Знаете ли вы, каково жить в Северной Корее? Давайте я вам расскажу. Вы просыпаетесь рано утром в сельской местности. Стоит зима, за окном минус 7 градусов Цельсия, и тепло исходит лишь из дровяной печки, которая едва может вас согреть. Вы готовите завтрак и понимаете, что еды хватит на один приём, а её надо растянуть ещё на три дня, когда будут выдавать пайки. Испытывая жажду, вы берёте лёд из реки, потому что проточной воды и водопровода в округе нет. Вы пьёте грязную воду и моетесь в ней же, а потом весь день работаете на местной ферме. Это от 12 до 16 часов тяжкого труда. Ведь сельское хозяйство здесь не механизировано, и всё делается вручную или с помощью животных. Вы идёте домой пешком много километров, так как транспорта нет, равно как и денег на велосипед, не то что машину. В канаве вы находите дохлую крысу и берёте её, чтобы съесть. Во время готовки дверь в дом открывается и врываются солдаты. Они обыскивают всё в доме, забирают остатки еды, а потом уходят. И вам повезло? Повезло? Да-да. Потому что солдаты могли в любой момент приговорить вас к нескольким годам трудовых лагерей, где будет ещё меньше еды, больше работы, а ещё телесные наказания и кое-что похоже. Вы планируете вернуться к старому, готовить суп из травы, выковырять зёрна из помёта животных или и вовсе съесть сам навоз, чтобы унять голод. Но вы слишком устали. Замерзая и умирая с голоду, вы пытаетесь заснуть на гнилом соломенном матрасе, зная, что завтра всё повторится снова и снова. До самой смерти. Будь это ваша страна, вы бы захотели уехать, правда? Но что, если бы вы не могли? Такова реальность для 60% бедного населения Северной Кореи, потому что вся страна страдает от сильного дефицита продуктов, вызванного серьёзными проблемами в экономике. Но почему им не уехать? И будь вы на их месте, как бы вы это сделали? Давайте выясним, почему так трудно сбежать из Северной Кореи и изучим 9 доступных путей побега. Итак, почему так получилось? Корейская Народная Демократическая Республика, более известная как КНДР или Северная Корея, была основана Ким Ирсеном в 1948 году. После Второй мировой войны Корейский полуостров разделился на две страны, которые враждовали между собой, особенно в Холодную войну. За Южную Корею были США, а Северную Корею поддерживал Советский Союз. Всё это время Север вкладывал почти все деньги в армию и управлял населением железным кулаком. Власти окружили граждан пропагандой и идеологией, требовали, чтобы все были верны Кимам, запрещали независимые СМИ и изолировали страну от мира. Когда Советский Союз распался в 1991 году, экономика Северной Кореи рухнула, а союзников почти не было. Производство еды и импорт резко упали, и после наводнений, засух и неудачных сельскохозяйственных реформ в 1994 году наступил голод. Сначала правительство утверждало, что голода не было, но потом признало, что он всё же был, но затронул всего лишь примерно 235 тысяч человек. Считается, что около 3,5 миллионов северокорейцев умерли в четыре последующих года. Более 10% населения. Но власти не отказались от войны против Южной Кореи и продолжили вливать деньги в армию, пока люди голодали. Даже такие слова, как голод и недоедание запретили упоминать, потому что это подразумевало неудачи властей. Тех, кто высказался, заставляли молчать и обычно отправляли в лагеря для политзаключённых. Это не улучшило ситуацию. Во время пандемии коронавируса, когда Северная Корея закрыла границы, в том числе и для торговли, из-за плохого управления и проблем 10 миллионов жителей страдали от голода. То есть целый 41% всего населения Северной Кореи сильно недоедал в период с 19 по 21 год. Но почему они не уедут? Для начала правительство страны запретило гражданам выезжать за её пределы без получения официального разрешения у властей. Такой контроль нужен, чтобы жители не могли ничего узнать про внешний мир, потому что так намного легче продолжать скармливать им пропаганду о том, что Северная Корея – это рай, что династия Ким выше всего и что такая жизнь самая лучшая. Поэтому покинуть страну на самолёте, поезде, корабле или машине пересечь границу без нужных документов просто-напросто невозможно. А те, кто получают специальную визу, например, спортсмены, участвующие в международных турнирах, или чиновники, имеют паспорт, который они должны отдать Министерству иностранных дел по возвращении. Но зачем возвращаться, если они могут уехать? Северокорейцев, которых поймали при попытке сбежать, ждут последствия – принудительный труд, телесные наказания и пожизненное заключение в лагере. Но страдают не только они. Как рассказывали перебежчики, вплоть до трёх поколений семьи беглецов могут быть посажены в тюрьму, наказаны или даже казнены вместе с ними, независимо от того, сбежали они или нет. Это могут быть родители, бабушки и дедушки, которые будут расплачиваться за побег одного члена семьи. Для многих жителей этой угрозы достаточно, чтобы не пытаться рисковать. Но, несмотря на это, людям удавалось сбегать. Перебежчики рассказывали свои истории СМИ и гуманитарным организациям, и это возможно. Но как? Учитывая расположение страны, есть девять способов покинуть Северную Корею, о которых сейчас известно. Первый кажется наиболее очевидным – пересечение границы между Северной и Южной Кореей. Хотя две страны остаются в состоянии войны, Южная Корея планирует воссоединиться с соседом в будущем. В рамках этого плана действует закон, который защищает перебежчиков и предоставляет им необходимую помощь, языковые уроки и ресурсы для переселения. Есть одна проблема длиной 193 километра – демилитаризованная зона, она же ДМЗ. Это самая укрепленная и опасная граница в мире. Здесь есть электрические заборы, вышки, артиллерия, танки и где-то 2 миллиона вооруженных солдат по обе стороны. Не забывайте, что технически две страны еще воюют, и ни одна из них не желает допускать поражения, пока не будет подписан мирный договор. Поэтому буферная зона шириной 4 километра патрулируется, и даже если солдаты не видят, храбрецы, которые пытаются пересечь ее, должны быть очень везучими, ведь их ждут 3 миллиона противопехотных и противотанковых мин. Мало кто рискует. Но некоторым, как О'Чонг Сону, везет. В 1917 году этот солдат и сын высокопоставленного офицера совершил преступление. Боясь сурового наказания, он решился пересечь демилитаризованную зону на автомобиле. За ним гнались и выстрелили более 40 раз, но он выпрыгнул из машины, перебрался через границу и рухнул за стеной на южнокорейской стороне. Под покровом темноты солдаты Южной Кореи оттащили его, и, к счастью, он выжил. Солдат в машине может сбежать таким образом, но у пешего гражданского не будет и шанса, так что пересечение границы не вариант. Тогда есть маршрут номер два – пробраться под границей. В 70-е годы два туннеля, метр на метр двадцать и еще один два на два метра обнаружили под демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей. В них были ловушки, но, видимо, северокорейские солдаты могли пробираться там, оставаясь незамеченными. Затем в 1978 году перебежчик рассказал, что был третий туннель, который выходил в 43 километрах от Сеула, столицы Южной Кореи. А в 90-м году нашли четвертый. Способ их строительства практически одинаков, так что это профессионально вырытые туннели, проложенные со стороны Северной Кореи для различных военных операций. Хотя и утверждалось, что это угольные шахты. Считается, что есть до 20 туннелей, прорытых под границей, но неизвестно, где они пролегают. Использовали ли их перебежчики? Это возможно, учитывая, что беглецы про них знают. Эти туннели в длину более полутора километров и уходят в горную породу, углубляясь на 73 метра. Слаженной команде потребовались бы годы на то, чтобы выкопать их. И несмотря на сложность, это осуществимо. Известные туннели теперь охраняются с обеих сторон, но это не значит, что нет других тайных туннелей, про которые никто не рассказывает, чтобы не подвергать опасности беглецов. Хотя пока что нет ни одного перебежчика, который успешно пересек такие туннели. Пересечь границу или пройти под ней трудно. А обойти ее? Это приводит нас к третьему пути – морю. Оно есть на востоке и на западе. И приплыть по Желтому или Японскому морю в Южную Корею должно быть легко, правда? Но не совсем. Для начала участки побережья укреплены электрическими ограждениями. И помните, сбегают в основном бедняки. У них нет денег на катер с мотором, их надежда – это обычные лодки на веслах. Даже если есть лодка, из самой западной точки Северной Кореи до Южной предстоит проплыть почти 100 километров по воде. Допустим, человек каким-то образом нашел деньги на лодку и смог так далеко грести. Но северокорейские морские патрули знают об этом маршруте и постоянно выискивают беглецов. Можно отплыть из более северного района, чтобы избежать этих патрулей. Но тогда придется грести еще 320 километров. А без навигации и подходящего оборудования море может быть очень опасным и непредсказуемым местом. Несколько лодок попали в сильное течение, и их отбросило в Северную Корею и Китай. Стоп, Китай? Это же хорошо, ведь это же тоже побег. Но не для северокорейцев. Хотя у этой страны мало союзников, Китай – один из них. Там северокорейских перебежчиков считают не беженцами, а лишь нелегальными мигрантами. И их возвращают в Северную Корею, прекрасно зная о последствиях. Что насчет восточного побережья? Японское море полузамкнутое, так же, как и желтое. Но здесь часто бывают тайфуны и штормы, которые дуют с Тихого океана. Поэтому оно еще более непредсказуемо. Но, с другой стороны, если лодку сдует, ее отнесет к берегам Японии, которая принимает сбежавших северокорейских граждан и помогает им переправиться в Южную Корею. Правда, добраться туда трудно, и надо преодолеть 800 километров от берега. Это очень большое расстояние, и не факт, что хлипкая рыбацкая лодка не перевернется. Известно о трех перебещиках, которые смогли пережить такое путешествие. А можно ли просто переплыть границу без лодки? Средняя температура этих морей примерно 13 градусов Цельсия, так что, если человек не окоченеет, его не поймают пограничники, и он очень сильный пловец, это возможный вариант. В некоторых случаях успешно использовались плоты, сделанные из досок, старых шин и даже поплавков, что показывает, насколько люди хотят сбежать от режима. Но что, если вы плохой пловец и у вас нет лодки? Что тогда? Но тогда есть четвертый вариант. Северная граница с Китаем на 1420 километров. Она не так защищена и меньше патрулируется, и ее легче пересечь. Граница проходит по двум рекам, Ялу и Туманной. Туманная река мелководная и протекает медленнее, поэтому она предпочтительнее для перехода. Но большинство граждан не умеют плавать, и если по реке нельзя пройти, она может смести перебежчиков. И с 2003 года Китай устанавливает проволочные заграждения вдоль Туманной реки, блокируя пути побега. Районы с низкими берегами вдоль Ялу укрепили бетонными заграждениями и колючей проволокой высотой от 2 до 4,5 метра. Но с 2011 года стали замечать, что эти участки оказались исключением, и остальная часть реки не имеет ограждений и не охраняется. Так что если перебраться по воде, что обычно делают зимой, когда река покрывается толстым льдом, то сбежать из Северной Кореи все же возможно. Правда, в 2020 году, на пике пандемии коронавируса, Северная Корея создала буферные зоны на более чем полтора километра у северной границы, по сути превратив ее в ДМЗ. Солдатам приказали сразу же стрелять в любого, кто приблизится к границе между странами. Как будто этот путь не был опасным и без этого. Но что, если вы сможете переправиться через реку? Как мы уже знаем, Китай возвращает всех перебежчиков в Северную Корею. Поэтому беглецы прибегают к помощи брокеров, китайцев, которые подпольно находят работу и жилье перебежчикам, скрывая их от правительства страны. Но эти опасные услуги стоят от 500 до 1000 долларов. Учитывая, что годовая зарплата северокорейца может составлять 650 долларов, нередко это все сбережения беглецов. А значит, когда они попадают в Китай, у них ничего не остается, что подвергает их риску эксплуатации. Центр баз данных по правам человека в Северной Корее и рабочая группа по правосудию утверждают, что до 80% сбежавших женщин попадают в руки торговцев людьми, которые продают их в жены или в гораздо более мрачную индустрию. Мужчин продают в рабство. И их ждет тяжкий труд, от которого они пытались сбежать. Доверять брокерам рискованно, но часто это единственный выход. Однако обычно Китай не конечный пункт назначения. Перебежчики стремятся попасть в Южную Корею, и многие отправляются в Пекин, где находится Южнокорейское посольство. Иностранные посольства – это суверенные территории, и беглецы в них защищены законом Южной Кореи. Если же им не попасть в Пекин, они могут попытать удачу в южнокорейских консульствах в Шиньяне, Гонконге и Шанхае, как сделал Чон Ёль Ри в 16-м году. Он использовал пятый путь – быть частью элиты. Ри был лучшим студентом из высокопоставленной семьи в Северной Корее, и правительство дало ему разрешение выехать из страны, чтобы принять участие в академическом конкурсе в Гонконге. Но он сбежал от наблюдателей, которые сопровождали его и других студентов, и запросил убежище в консульстве. Ему пришлось пробыть там больше двух месяцев, пока власти Китая оформляли разрешение на выезд, и его экстрадировали в Южную Корею. Но если он был в рядах элиты, зачем ему сбегать? Северная Корея предлагает достойный уровень жизни гражданам из высших эшелонов правительства и армии. Но вместе с этим она ограничивает интеллектуальные, религиозные и политические свободы. Да, у вас будет еда, пока остальная страна голодает. Но вы все равно будете жить в страхе, потому что одно неверное слово или действие отправит вас в лагерь. Поэтому многие состоятельные северокорейцы пытались сбежать, используя свои привилегии, чтобы получить разрешение на выезд и отправиться в ближайшее посольство или консульство. Для них это даже легко. Но китайская полиция нередко следит за южнокорейскими и другими посольствами и консульствами, готова арестовать любого, кого посчитают перебежчиком. В общем, сбегать через Китай опасно. Значит, следующий лучший вариант проехать через Китай в приграничную страну и запросить убежище в посольстве. Проблема в том, что Китай огромен и простираются на тысячи километров. Как преодолеть такое пространство без проездных документов и денег? Это подводит нас к шестому пути. На самом деле это не дорога, а тайная сеть активистов, помогающих северокорейцам передвигаться по стране. Они связываются с ними через брокеров и сопровождают на юг секретными путями. Активисты заселяют их в конспиративные квартиры, организуют им транспорт и общаются с местными жителями и чиновниками, чтобы отвести подозрения из-за акцента беглецов. И они даже не ожидают плату. Но их работа не заканчивается на границе. Вьетнам, Лаос и Мьянма, золотой треугольник Южной Азии, не сочувствуют гражданам Северной Кореи и тоже отправляют перебежчиков обратно на родину. Однако Таиланд им помогает. Чтобы избежать проблем на пропускных пунктах на границе Лаоса и Мьянмы, активисты направляют беглецов через густые джунгли, пока они не достигнут Таиланда. Там перебежчики сдаются в тайскую полицию, и оттуда их уже депортируют в Южную Корею. Такое путешествие может растянуться на почти 5000 километров. При этом граница, разделяющая две Кореи, всего 4 километра в ширину. Герои, работающие на подземную железную дорогу, рискуют своей жизнью, чтобы у других был шанс на новую. Они помогли более чем 700 перебежчикам. И неудивительно, что организация стала главной мишенью для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и Китая. В 2001 году всего лишь 1000 беглецов прибыла в Сеул. К 2007, благодаря активистам, их число выросло до почти 2500. Из-за этого китайские власти начали охоту за активистами, и многие из них пропали. К 22 году число беглецов составило 230 человек. И хотя железная дорога еще помогает, она не настолько эффективна, как раньше. Многие перебежчики выбирают седьмой путь – переход в Монголию. Как и Таиланд, Монголия помогает гражданам Северной Кореи и депортирует их в Южную. Однако путешествие туда без транспорта – один из самых тяжелых маршрутов. И все из-за пустыни Гоби. Этот огромный бесплодный регион охватывает север Китая и Южную Монголию с дюнами высотой 200 метров. А ночью температура здесь может опускаться до минус 20 градусов Цельсия. Выжить здесь нелегко, особенно учитывая, что у бедных перебежчиков редко бывают снаряжение, пища и теплая одежда, необходимые для жизни в таких условиях. И путь от границы до границы занимает 1240 километров. Но 1240 километров – куда меньше почти 5000. Однако из-за ужесточения пограничного контроля со стороны Китая все меньше беглецов пересекает Гоби. И сейчас путь намного опаснее. Хотя Южная Корея предлагает удобную схему переселения, не только она дает убежище перебежчикам. И это восьмой вариант – Запад. Иностранные посольства в Китае – это суверенные территории. И большинство западных стран Европы, Британия, США и Канада считают северокорейцев беженцами. В их посольствах можно попросить убежище. Другой вариант – совершить долгое путешествие через Китай в эти страны, а затем связаться с пограничниками и стать беженцем. Проблема в том, что Европа и особенно Британия не очень охотно удовлетворяют ходатайство об убежище. Британия, например, отклонила 30 из 40 таких ходатайств от северокорейских перебежчиков в 2013 году. В том же году Бельгия отклонила 99 из 126 заявок, в то время как Нидерланды и Франция отвергли все 128 из 129 заявок соответственно. Такой огромный процент отказов объясняется тем, что перебежчикам не грозит преследование в Южной Корее, и, по мнению других стран, они могут жить там. Однако Канада с большим пониманием относится к дискриминации, с которой часто сталкиваются северокорейцы в Южной Корее из-за языкового барьера и негативного отношения. В 2016 году около 970 перебежчиков жили в Канаде. И хотя США официально приняли 150 беглецов, считается, что примерно еще 200 попали в страну нелегально, отправившись в Южную Америку, где они пересекли мексиканскую границу. Но как быть, если вы в изолированной части Северной Кореи без привилегий элиты и возможности добраться до северной границы или даже сбежать через ДМЗ. Но еще не все потеряно. Есть неожиданный и еще более опасный девятый способ – эксплуатация труда. Не секрет, что Северная Корея держит диссидентов в лагерях, или, как их иногда называют, центрах трудовой подготовки. Считается, что в стране действует где-то 20 лагерей, содержащих до 250 тысяч человек. Чиновники, которые не справились с работой, люди, которые критиковали режим и любой, кого заподозрили в антиправительственной деятельности, отправляются туда. И не забывайте про правила трех поколений. Целые семьи попадают в лагеря, даже если родственники ничего не нарушали. Приговоры обычно пожизненные, но нередко заключение длится лишь пару лет. Нехватка еды, одежды и ресурсов приводит к тому, что 40% заключенных умирают от недоедания. Болезни, обморожения и несчастные случаи, связанные с тяжелым трудом, поднимают смертность еще выше. Избиения и телесные наказания тут не редкость. И перебежчики описывали ужасные сцены и обращения, которые происходят день за днем. Но это наблюдается не только в Северной Корее. Минимум в 15 странах, включая Алжир, Эфиопию, Малайзию, Польшу и Россию, более 50 тысяч северокорейских рабочих используют для труда в шахтах, лесозаготовках, строительстве и текстильной промышленности. Свыше 2 миллиардов долларов попадают в карман Северной Кореи, а ее граждане трудятся до 20 часов в день и получают всего 150 долларов в месяц, которые часто тоже возвращаются к властям их родной страны. Рабочим разрешается отдыхать два дня в месяц, им дают мало еды, и за ними следят северокорейские охранники. Но, несмотря на все это, многие граждане считают это отличной возможностью не обеспечить свои семьи, а сбежать. Если они смогут проскользнуть мимо охранников, не будет никаких мин, колючей проволоки и ДМЗ на пути к желанной свободе. Однако в другие страны отправляют не всех. Кандидатов тщательно отбирают на основе их верности к НДР и физического состояния. А еще у них должна быть семья с детьми, которые будут их удерживать. Да, если не найти способ вывести из страны родственников, они будут заложниками. Многим людям приходится выбирать между семьей и свободой. Ужасный выбор, но иногда необходимый. В 1994 году несколько сотен северокорейских лесорубов в Сибири смогли захватить лагерь, похожий на ГУЛАГ, в котором их заставляли работать. Во время этого массового побега 150 лесорубов объединились, чтобы попытаться добраться до Южной Кореи. Сначала Северная Корея отрицала сообщения, называя их ложью. Только когда один из беглецов связался с журналистами в дальневосточном городе Владивосток, выяснилось, что это правда. Он рассказал прессе, что у рабочих забрали паспорта, что россиян не пускают в лагерь и что северокорейские охранники избивают и недокармливают их. У него самого была жена и семья в Северной Корее, но он узнал, что его жена, которая урезали рацион, покупала еду на черном рынке, что является преступлением, и ее наказали. Жену рабочего депортировали вместе с двумя их детьми. Он уже не надеялся когда-либо увидеть ее снова, и так как терять уже было нечего, решил сбежать. Неизвестно, смог ли он преодолеть 8 тысяч километров до ближайшего южнокорейского посольства в Москве, и вряд ли мы узнаем. Такова суровая реальность для тех, кто хочет сбежать, и на такие жертвы идут люди по ту сторону колючей проволоки и потоков пропаганды, за которыми прячется Северная Корея. Выбор между свободой, семьей и выживанием невероятно труден, и чаще всего тот, кто решается сбежать, в итоге расплачивается своей жизнью. Зная все это, если бы вы оказались в такой ситуации, какой вариант для побега вы бы выбрали? И как бы вы сбежали? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok